Всем привет! Мы заметили, что многие велосипедисты при выборе своего байка очень большое внимание уделяют именно его вилке. В некоторых случаях это даже является решающим фактором при выборе всего велосипеда. Поэтому сегодня мы решили рассказать про то, какие бывают вилки и зачем они нужны. Два основных типа, на которые делятся вилки. Это амортизационная. Все вы, конечно же, понимаете, для чего она нужна, для того, чтобы смягчать все удары. И ригидная. Ригидная это жесткая вилка, которая не имеет никаких амортизаторов. Ее не нужно обслуживать. Она максимально проста. Бывает алюминиевой, бывает карбоновой. Бывает еще и гибрид. Алюминий с карбоном. Но мы, конечно же, более подробно остановимся именно на амортизационных вилках. Существует три типа вилок амортизационных. Это пружина эластомерная, это пружина масляная и это воздушно-масляные вилки. Так, в чем же разница? Первое. Это пружина эластомерная. Самая простая амортизационная вилка. В ней внутри находится пружина, которая выполняет, собственно говоря, функцию амортизатора. В некоторых случаях имеется настройка, вот такая вот специальная крутилка, которая раздвигает цилиндр. И таким образом пружина становится жестче, либо мягче. В общем-то, настройка эта не такая существенная, потому что пружина в основном рассчитана на средний вес порядка 80 кг. Если у вас вес кардинально отличается, то для вас будет это некомфортным вариантом, потому что она будет либо очень жесткая, либо очень мягкая, наоборот. И ничего вы с этим поделать не сможете. В некоторых вилках даже не имеется регулировки пружины. Это просто-напросто закрытый тип пружины. Работает она, ну, так себе, но, в принципе, за свои деньги это нормальный вариант. Во всяком случае, она уже более мягкая, чем ригильная вилка. Дальше идут пружиномасляные вилки. Пружиномасляные отличаются тем, что в одной ноге находится непосредственно пружина, такая же самая металлическая, тоже с регулировкой. В другой ноге находится масляный демпфер. Масляный демпфер выполняет функцию, в общем-то, просто-напросто смазывания и возврата вилки. Также часто на нем ставят локаут. Это гидравлический локаут, выполняет функцию блокирования этой самой масляной камеры. И таким образом вилка становится жесткой. Такой же точно, как и ригидная. Если вы открываете масляную камеру, то она уже становится мягкой. Это самый распространенный тип амортизационных вилок, которые встречаются на велосипедах, особенно среднего уровня. Ну а мы двигаемся дальше. И дальше идут самые дорогие, это воздушно-масляные вилки. Применяются они в самых дорогих велосипедах, потому что, собственно говоря, сама вилка может стоить порядка 500 долларов и даже доходить до 1000. В чем же их смысл? Смысл их в том, что здесь уже нет пружины, то есть пружина отсутствует. Функцию пружины выполняет воздушная камера, в которой находится сжатый воздух. Сжатый воздух, который подается с помощью вот такого вот стандартного ниппеля. Они легче, они очень хорошо настраиваются. Вы можете настроить вилку под свой вес, буквально до миллиметра. Есть специальные таблицы, для каждой вилки они свои. Вы закачиваете именно то давление, которое нужно именно для вас. Вы можете накачать, спустить вилку и таким образом добиться максимально эффективного результата. Во второй ноге здесь идет такой же масляный демпфер, как и пружина масляных. Иногда здесь еще применяется выносной локаут. Выносной локаут нужен для того, чтобы быстро заблокировать вилку и быстро ее разблокировать. Это очень удобно. Поэтому вот такие вот три типа вилок доступны сейчас на рынке. Какую вилку выбирать, это уже решать именно вам. Всем, кому понравилось это видео, не забывайте ставить палец вверх. Пишите в комментариях, что вам не понравилось. Пишите свои вопросы, мы обязательно постараемся на всех ответить. И ждите новые видео, впереди еще очень много интересного.